Вставай Казахстан, наш любимый, доброе утро, наши миллионы У нас все такое хорошо Не знаю я, потому что я здесь нахожусь Жень, мне интересно, у нас уже есть постоянные телезрители? Вот нашим постоянным телезрителям, мы говорим огромный-огромный привет Передаем эти воздушные поцелуи, наш Мишка тоже говорит Не надо его теребить вот так вот, потому что он все-таки Смотри, даже если посмотреть, мы с ним очень похожи, на самом деле Как свинья на ежах Только внешне Ну, возможно, только внешне Друзья, всем доброе утро, просыпайтесь Сержик Позитив здесь уже выседает Евгения Таранова тоже здесь Ну и весь Казахстан вместе с нами Просыпаемся Жень, давай все-таки сегодня какую тему обсудим? Скажем всему Казахстану Мы не раз задавались с вопросом Стоит ли вообще учиться? Мама нам всегда говорит Доча, без образования, без высшего образования ничего у тебя не будет Ага, я знаю, как вот все Нам, знаешь, учителя приводили цитату Учиться, учиться, еще раз учиться Это как говорил дедушка Леня Грызть гранит науки Науки Ты грызла? Я грызла Но многие понимают, что сейчас в современном мире говорят о том, что диплом он в принципе не нужен Но, знаешь, отчасти, мне кажется, люди правы, но я не хочу сейчас сказать, что он вообще не нужен Все-таки какой-то багаж знаний он должен быть Какой-то начальный Он должен быть дисциплинирован Да Вот об этом сегодня пойдет и речь Нужен ли диплом Да Или нет Вот смотри Тата пишет Тут кому как повезет, а образование никогда лишним не будет Вот так вот Образование никогда лишним Но давай, подожди, давай начнем с наших мнений пока что Давай Вот ты как считаешь? Нужен ли диплом или нет? Я считаю для Ну, естественно, например, если ты хочешь учиться на врача, точнее быть врачом, тебе обязательно нужно учиться Тут никак по-другому нельзя В любом случае Да Ну, а если там, например, смотри, я знаю, что можно пойти, вот, например, закончить, а точнее, не закончить юридически, знать законы, да Ты можешь быть представителем или защитником, что такое я вот слышал недавно, в суде кем-то Тебе главное только знать законы и получить какую-то справку Так А не учиться там 4 года, 5 лет, для этого Мне кажется, по-разному здесь нужно смотреть В зависимости от профессии От профессии, да И по какому-то профилю хочешь идти дальше Я знаю, что у тебя нет высшего образования Нет, у меня еще нет высшего образования Но оно будет, и ты собираешься Ну, не знаю я, возможно Как это? Нет, я отучился уже тогда, и как-то я тебе сказал, я никогда в жизни больше не буду учиться Но недавно я начал задуматься, что, блин, у меня появляется желание учиться Пока есть желание, я думаю, можно куда идти Ты знаешь, еще многое, наверное, зависит от университета Потому что многие университеты так, ай, пришел и ладно А некоторые университеты прям учат, учат, учат и так далее Ну вот вспомни свою учебу в университете, ты хочешь повторить это? Нет Вот и ответ, дорогие друзья Подожди, я не скажу, что мне было интересно Но я всегда была за практику Мне не интересовала теория Я любила практику То есть это студия, это телевидение, это еще что-то Ну да И поэтому практика для меня была отдушной Вот только из-за нее я ходила в университет А все остальные вот науки как там вот Но я Но все-таки я считаю, что образование получить нужно Но я как бы закончил еще колледж в плане того, что мне было интересно Колледж, на кого ты закончил? На переводчика, это среднеспециальное образование уже И теперь мы поэтому едем с тобой в Европу и скачиваем Say hi, переводчик, да? Переводчик, потому что Сережа закончил на переводчика Да, ну вот как-то так получилось В общем, давай смотреть клип, а не рассказывать мою жизнь Жизнь всю, чтобы все знали, смотрим Друзья, в общем, мы сегодня обсуждаем, нужен диплом или нет Давай посмотрим, что пишут люди Что вообще народ говорит об этом? Да, диплом, да ровным счетом никому он и не нужен А вам образованность, знание своего дела и трудолюбие всегда в цене Но судя по всему, для ваших подруг, это вот пост выше был Основная цель учебы заключалась именно в получении этой бумажки, чтобы всем кричать об этом Кстати, вот есть, вот помнишь у нас сидела, кто же у нас сидел? А, мы с Калей обсуждали Нужен все-таки диплом или не нужен? Ага И она же сказала, что многие заканчивают для того, чтобы угодить родителям своим Вот родители же говорят, нужно получить Вот все, они посвятили своей короткой, положили вон кулиться Да-да-да, многие же родители говорят, что вот их задача, то самое главное, там, ребенка поставить на ноги, отучить и все, далекое плавание Вот что пишет Дмитрий Диплом Телепат Смотри, что дальше Так Мне диплом открыл дорогу в хорошую должность и очень высокую зарплату, это смотря какое образование, важно имя вуза Ну вот, да, кстати, это тоже Между прочим, а почему вот мы не идем ради того, чтобы учиться, а ради какого-то имени? Ну, знаешь, когда я задаю Заканчиваешь Гарвард, да? Да Или говоришь, там, ты закончил, ну, я не знаю, чтобы не обидеть никого, да? Тогда, да, ну, мы поняли К кого-нибудь, да? Ну, естественно Извините, человек Гарвард заканчивал Тебе уже изначально все дороги, кажется, открыты Или вот когда ты говоришь, там, я в боксфорде учился, к тебе уже какое-то другое отношение, понимаешь, почему? Да, это уже такое, но я не знаю Все-таки имя работает А ты как считаешь, у нас образование сильное? В каких-то вузах, да, в каких-то нет Ну, как, наверное, везде, да? Да, скорее всего, есть какой-то костяк, да, тех заведений, которые действительно учат и дают знания, а есть те, которые просто ставят галочку, берут взятки Да, и все замечательно Ну, давай все-таки о взятках мы поговорим в следующей студии А мы взяток не берем, а отдаем только клипы Отдаем только Доброе утро, Казахстан! Это утреннее шоу Будильники Женька сидит и обняла моего медведя Ну, что мой король, что мы сегодня обсуждаем? Что моя звезда шансона? Мы сегодня обсуждаем, нужен все-таки диплом или нет? Заканчивать или нет? Учиться или нет? Так, Сережка за то, чтобы, ну, как-то получить диплом, да? Да И Женя за то, чтобы получить диплом Да, все-таки получить диплом Мы все-таки за образование Но чтобы это было, знаешь, не так вот, всю жизнь, вот здесь мы уже прочитали сообщение, что женщине 35 лет, она все учится и учится Нужно все-таки получить образование и потом его использовать где-то, а не так, чтобы хранилось на полочке для родителей Слушай, у нас недавно с тобой зашел разговор о втором образовании, ты бы хотел получить второе образование? Да, я бы хотел Ну так замечательно И будем учиться и будем познавать что-то интересное и новое Пока мы молоды Но, между прочим, у нас еще есть время в запасе Да, вот смотри, далее мы все-таки почитаем комментарии людей Так О, как раз в субботу на встречу выпускников мужа ходили Никому высшее образование не пригодилось Вот так вот Все работают кем? А кем? И работали до учебы Стилисты, продавцы и так далее Ну вообще так всегда, да? А вот почему действительно случается так, что ты там отучился в хорошем университете, там у тебя должность на финансы Ну да, я согласен И ты уходишь, например Боже мой, божественный парфюм Сереже подарили просто парфюм и он теперь нюхает и сидит уже целый час в свою руку Это замечательный парфюм Хотя, буквально таки час назад он говорил обратное Ну на самом деле, да, вот все-таки есть свойство у аромата раскрываться Вот когда набрызгали, как-то, знаете, ну, да, хотелось, а потом сейчас Ах, хочется А сейчас Реально хочется ах Ну потом я еще в интернете посмотрю, это женский аромат или мужской все-таки Ну может унисекс, всякое же бывает У нас, конечно, очень часто Должность и зарплата не зависят от твоего образования А все больше от плата Но я считаю, что высококвалифицированным специалистом без высшего образования не стать, если ты не самородок Да и потом, оно нужно и просто для себя Просто потому, что хочется развиваться, совершенствоваться, узнать что-то новое Катерина написала У родителей была истерика Как так? У нас в семье все с высшим, а ты будешь бичихой Интересно, кем стала Екатерина, да? Ну да, мне уж интересно, может быть парикмахером или продавцом, а может быть она стала бизнес-леди Зачем ты так показала? Парикмахер А, ну парикмахер, мне кажется, это все-таки Хай! Жизнь, ты что, больная? Загребу тебя отсюда, хай! Кричи Ну что такого? Жень, ужасно Вообще, друзья, давайте смотреть клип, пока Женя с ума не сошла Жень, что сейчас стартует? Ты знаешь, стартует наша любимая уже и полюбившаяся многим рубрика «Объява», где мы звоним по объявлениям Задаем глупейшие вопросы И если человек на том конце провода продержится с нами, ну хотя бы там, буквально полторы-две минуты, с удовольствием вручаем ему DVD-диск В общем, давайте шутить и куролесить Алло? Алло, здравствуйте Здравствуйте Я звоню вам по объявлению в машинку вязальную Да, да, я вас звоню Скажите, пожалуйста, а почему у нее такая космическая цена? Почему космическая? 300 тысяч, это космическая? Ну, естественно А за сколько вы хотели бы? Нет, ну за 100 где-то Нет, ну а почему она такая дорогая, что в ней такого? Потому что новая вязальная машина А, она новая, да? Новая, она в упаковке Мы ее даже не доставали Единственное, я достала паспорт Я показываю только паспорт Ага А сами что, не захотели вязать? Нет, просто была возможность, мы ее купить купили, но мы, ну просто деньги, да, вложили в нее и все Ага А вы ее в аренду не сдаете? Нет А, нет, да? А, смотрите, я просто состою в, получается, в клубе любителей панно, мы панно создаем Ага И вот мне за ночь нужно шить 10 панно, это возможно вообще или как? Честно говоря, я вязать не умею, я не знаю А, вы даже не знаете, с какой скоростью, да, она работает? Нет, нет, нет Ага А, смотрите, получается, я делаю шерсть сам, да, чтобы вот вязать Ага У нас, получается, кошачья шерсть И она вот такая тоненькая, она подойдет туда или нет? Ну, думаю, что да Думаете, что да, да? Если вы хотите, подъедьте, я вам покажу паспорт Там рисунки, какие, какие рисунки, какая пряжа подходит Угу Посмотрите, если устроит вас Ага, ну, так, а если к вам попробовать прийти, связать? Нет, я не открою ее, вы ее или берете сразу А почему не открываете? Нет, я ее не открою А вдруг бракована? Потому, она не может быть бракованной А, но если она там не... Вы, вы знаете, мы ее брали еще в советское время, она с 87-го года, она в Удаковке Ох, ничего себе! Да, она при советской власти еще собрана Это сейчас может быть где-то брак, а тогда оно шло качественное все Да, понятно Так, ну, блин, а когда к вам подъехать можно? Ну, давайте вечером сегодня Вечером, да? Ну, так, а там по цене как-то скидка, возможно? Ну, может быть, маленькая немножко там, ну, может, 100 долларов скину, но не больше Ага, так, а, блин, вот мне просто разобраться нужно, оленей она сможет вывязывать, вышивать? Вот как узнать это? Ну, не знаю, если вы вязать умеете, придите, посмотрите паспорт Ну, нам вот только попробовать бы Нет, пробовать, ребят, я не могу Почему? Потом у меня ее никто не купит, она уже будет как использована, зачем? Она новая в упаковке Но мы наклеим бумажку, что она для благих целей использовалась Нет, нет, ребят, нет, не могу Так, ну, я вам могу тогда панно подарить в подарок, если... Нет, спасибо Ну, не знаю, как насчет панно, но D&D диск точно вас, потому что это утреннее шоу в будильнике Серж Позитив и Женя Таранова разбудили вас этим утром Да, мы вас разыграли, это телеканал Музон, здравствуйте Здравствуйте Ну, вы прям хорошо держались, знаете? Да, вы что? Машинку свою никому не отдавали Да, а я вот все напрашиваюсь к вам связать, а вы не пускаете Нет, конечно 315 16 16, телефон, по которому вы можете забрать свой подарок А какой телефон, ну-ка, сейчас 315 16 16 315 16 16 А что там у меня, какой подарок? А вот позвоните и узнаете, это DVD диск Хорошо, ладненько, спасибо До свидания Ну вот видишь Вот Женя, она знаешь, вот такой советской закалки Нет, ребят, я вас не пущу Нет, не пущу, попробовать не дам, покажу только паспорт А потом они не купят У нас есть свой паспорт? Ну вот вообще, есть свой паспорт и будильник? Хорошие клипы паспорта Ясно, ясно Смотрим, друзья Женя, друзья, сходят еще с ума, потому что Мы, знаешь, вместе начинаем сходить с ума, потому что это утро Мы проводим каждое утро с тобой, каждое утро с одним человеком И знаешь, у меня складывается такое ощущение, что я с тобой живу У меня тоже, знаешь, смотри, работаем вместе, гуляем вместе, переписываемся с тобой в WhatsApp постоянно ежеминутно Утро встречаем вместе, все вместе, понимаешь, ты уже как брат мне, ты уже как сын мой, ты уже как любовь моя Кстати, помнишь, один раз мы с Женей ходили по торговому центру и решили прошутить так над продавцами Помнишь, ты шла, я шел сзади и Женя кричала всегда, сына, давай быстрее, мы не успеваем Продавцы выглядывали вот с такими глазами, потому что Женя на каблуках, молодо очень выглядит и вот я вот такой шел И ты такой молодец, у меня сынулька Ну что, друзья, вот мы с вами поговорили, решили мы все-таки, что образование нужно, как ни крути Учитесь, чтобы развиваться Да, чтобы развиваться Чтобы не деградировать, а все-таки развиваться И чтобы не стоять огурцами не торговать Ну знаешь, Женя, если у тебя сеть огурцов, точнее огурцы Сережка не против продавать огурцы Если у меня будет сеть и это будет мой бизнес, то нет, мне будет все равно Друзья мои, грызите гранит науки, вот что И, конечно же, просыпайтесь вместе с нами с утренним шоу «Будильники» Потому что с будильниками гранит грызется лучше И легче, легче Вставай, с первыми лучами вставай Миски для меня открывай С дыханием природы вставай Вставай, вставай С первыми лучами вставай Целовать не забывай С дыханием природы вставай Вставай, вставай Вставай, вставай С первыми лучами вставай Миски для меня открывай С дыханием природы вставай Вставай, вставай С первыми лучами вставай Целовать не забывай С дыханием природы вставай, вставай Редактор субтитров А.Семкин